На совещании в облгосадминистрации обсуждался вопрос сотрудничества перевозчиков и автовокзала, между которыми в последнее время возникли разногласия. Транспортники не желают подписывать договор с автовокзалом и переходят на темную сторону работы, занимаясь нелегальными перевозками прямо рядом с официальными платформами. Наша задача обеспечить конкурентную среду, чтобы побеждал не тот, у кого больше прав, а тот, кто предоставляет наиболее качественные услуги и за достаточно плат. В этом направлении будут направлены усилия администрации. Всего в 30 метрах от центрального автовокзала собирают пассажиров так называемые нелегальные перевозчики. Лицензия на перевозки у них есть, но из-за конфликта с руководством ПАО «Одесса Автотранс» транспортники не хотят заключать договор и предпочитают не заезжать на автовокзал, производя посадку пассажиров на территории для этого не предусмотренной. Отсутствует не только платформы, но и минимальное удобство, которое необходимо каждому человеку. В свою очередь представители автовокзала считают, что под отказом заключать договор перевозчики скрывают иные причины. Мы – автовокзал. Наша основная функция – продавать билеты. То есть каждый пассажир, особенно льготник, почему перевозчики уклоняются? В первую очередь это оплата налогов, во-вторых, это льготные категории пассажиров. Ну, льготники, давайте смотреть правде в глаза, никто не хочет продавать билеты льготникам, это же бесплатный билет. Власти на проблему нелегальных перевозчиков никак не реагируют и призывать к порядку нарушителей не собираются. А общественная организация Верховенства права планирует предоставить альтернативный способ борьбы с привлечением компетентных органов. Это создание мобильных групп, в состав которых будут ходить фискальные службы, ОГСБЭП, ГАИ, думаю, еще другие, наверное, сотрудники каких-то областей, думаю, в принципе, и общественная организация. Было подхвачено, скажем так, и идея понравилась. Сами перевозчики утверждают, что их не устраивают условия договора и непомерный, по их мнению, станционный сбор. Станционный сбор должен быть вообще, в принципе, отменен. Это неправильно. Какой станционный сбор с пассажиром? Что пассажир должен платить за то, что, в принципе, и так платит уже перевозчик? Перевозчик и так платит за продажу билетов. Стоимость перед продажей билетов входят там все услуги. Однако транспортники, которые все же заключили договор, уверяют, что никаких проблем в СПАО «Одесса Автотранс» у них не возникает. Такие же проблемы в начале наших взаимоотношений были. Потом, в конце концов, удалось отработать договор, который регламентирует наши взаимоотношения. И по этому договору проблем никаких нет. Однако, не купив официальный билет на автовокзале, в первую очередь страдают пассажиры. Ведь в случае аварии нелегальный перевозчик не несет никакой ответственности за пострадавших и не выплачивает компенсацию. Мишель Арман, Евгений Очменцев, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ.